Девятнадцатого октября в России отмечается День следователя-криминалиста. На службу в правоохранительные органы Михаил Никитин пришел после окончания Тверского государственного университета и срочной службы в армии. Трудовой путь начинал 17 лет назад в межрайонной природоохранной прокуратуре. Я в своей служебной деятельности несколько направлений пробовал. Это было и следствие, и общенадзорная деятельность. И в 2008 году в порядке перевода был переведен на должность заместителя-руководителя отдела криминалистики Волжского межрегионального природоохранного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, где и продолжил свою деятельность уже на поприще криминалистики. В 2014 году после реорганизации Волжского природоохранного следственного управления Никитин был переведен на должность старшего следователя-криминалиста Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области. Криминалистическое направление – это работа, которая требует и творческого подхода, и высокого знания теоретической базы, практических навыков по применению криминалистической техники, знания методик раскрытия преступлений. Нужно уметь общаться с людьми. Задача криминалиста – оказание, прежде всего, помощи следователю в раскрытии, представляющих наибольшую общественную опасность преступлений. И криминалисты принимают участие с самого начала проведения следственных действий. На месте происшествия следователь и криминалист работают бок о бок, помогая и дополняя друг друга. От эффективности такого взаимодействия зависит результат раскрытия и расследования преступления. Только за первое полугодие 2019 года старший следователь-криминалист отдела криминалистики Следственного комитета по Тверской области Михаил Никитин 45 раз выезжал на осмотр мест происшествий, проверки показаний на месте и другие следственные действия. Обязательный атрибут следователя-криминалиста – криминалистический чемодан. В нем все необходимое для обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления. Лучшее оружие криминалиста – это, конечно, его органы чувств, его зрение, его аналитические способности. Но, тем не менее, также необходимо применять специальные криминалистические средства. Вот здесь представлены и фонари, и лупы, и различные дополнительные приспособления, которые служат для обнаружения следов. Но также потом можно зафиксировать их. Существуют измерительные линейки и рулетки, которые позволяют пронумеровать обнаруженные следы. Допустим, удобно поставить с различных ракурсов, их сфотографировать и в различных условиях освещенности. Это очень все наглядно становится, это видно в последующем участникам уголовного судопроизводства. К сожалению, получается так, что преступность – это явление социальное. И пока наше общество существует на современном этапе развития, к сожалению, и существует преступность. За время службы в Тверском следственном управлении можно вспомнить о представляющих общественный резонанс преступлениях, и в раскрытии которых, в принципе, в раскрытии всех из которых служба криминалистики принимала непосредственное участие. Сообщение об одном из таких преступлений летом 2017 года разлетелось по всей России. В садоводческом товариществе под поселком Реткино Конаковского района Тверской области обнаружено 9 тел с огнестрельными ранениями в область туловища и головы. По прибытии на место преступления следователями и следователями-криминалистами с применением видео и фотосъемки произведен качественный детальный осмотр места происшествия. Зафиксированы следы преступления. Обнаружено и изъятое орудие преступления – огнестрельное гладкоствольное ружье «Сайга-12» и боеприпасы к нему. Установлена причастность к совершенному преступлению мужчины, которому в тот же день было предъявлено обвинение в совершении преступления. После чего Центральным районным судом города Твери в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Слаженность работы позволила в первые трое суток с момента возбуждения уголовного дела произвести осмотры девяти тел с изъятием необходимых материалов для проведения судебных экспертиз, осмотры предметов, изъятых с места преступления, назначить более 60 судебных экспертиз, в том числе медицинских, молекулярно-генетических, баллистических, химических, дактилоскопических, а также стационарную, комиссионную, комплексную, психолого-психиатрическую судебную экспертизу обвиняемого, признать и допросить в качестве потерпевших близких родственников погибших, произвести проверку показаний обвиняемого на месте, а также выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всей картины совершенного преступления, доказательственного закрепления обстоятельств произошедшего и вины фигуранта. Благодаря проделанной работе по расследованию совершенного убийства девяти человек, имевшего повышенный общественный резонанс, удалось раскрыть преступление по горячим следам, завершить расследование уголовного дела в двухмесячный срок и направить уголовное дело в суд. Активное участие в раскрытии этого преступления принимал Михаил Никитин. Криминалист всегда должен быть готов к выезду в случае поступления сообщения о совершенном преступлении. Всегда под рукой находится работоспособная криминалистическая техника, которую необходимо применять. Есть дежурство. Работы много, но работы интересные. И поэтому, когда выезжаешь на место совершенного преступления, есть понятие азарта в раскрытии преступления. Так скажем, часы проходят незаметно, но, тем не менее, конечно, это занимает очень много времени. Порой приходится чем-то жертвовать. Но, тем не менее, каждый выбирает свой жизненный путь. И на этом пути, естественно, мы с какими-то сталкиваемся сложностями, на которые сознательно идем. В октябре 2015 года в городском карьере в непосредственной близости от Твери обнаружено тело жителей Москвы. Позже с этим уголовным делом в одном производстве соединено еще 12 уголовных дел, возбужденных в разное время следственными органами Москвы и Тверской области по фактам убийств граждан, мошеннического хищения их имущества, а также создание и участие в организованном преступном сообществе. Старшими следователями-криминалистами отдела криминалистики Тверского следственного управления, в том числе Михаилом Никитиным, принято участие в осмотре мест происшествия. С помощью георадара ОКО-2 обнаружены места захоронения четырех убитых, которые в тот же день направлены на судмедэкспертизу. Расследование данного уголовного дела, насчитывающего 61 том, находится в завершающей стадии. Криминалистическая служба – команда профессионалов, в арсенале которой современное оборудование и техника. У нас в отделе имеются несколько передвижных криминалистических лабораторий, которые позволяют выехать оперативно в труднодоступную местность. Они оснащены вплоть до полевой кухни. Имеются там мобильные источники света, так называемые световые башни, которые автономно работают для освещения местности и для работы в ночное время суток. Есть снегоход, катер, который в зависимости от различного времени года используется для проведения поисковых мероприятий, для следования в труднодоступные участки местности. В деле раскрытия и расследования совершенного преступления в Тверской области тесно взаимодействуют различные службы и подразделения. Например, для поиска безвестно отсутствующих лиц привлекаются силы МЧС, вертолеты, квадрокоптеры, широко применяется общественность, сотрудники полиции задействуются. Поэтому, когда происходит несчастье, не обязательно это преступление. Иногда люди теряются в лесу, дети могут теряться. Соответственно, привлекаются все службы и привлекается весь комплекс вот этих специальных криминалистических средств для, так скажем, установления того, что необходимо. Если это безвестное отсутствие, то необходимо установить последнее место пребывания человека, то есть где фиксировался, в каком районе его мобильный телефон, ну и также уже в дальнейшем применить необходимые криминалистические средства. Если, конечно, совершено преступление, ну, в зависимости от обстоятельств конкретного факта, криминалист выбирает, мы уже знаем, как нужно фиксировать, и берешь необходимый комплекс криминалистических средств специальных, которые используются, и потом уже все это находит свое отражение в материалах уголовного дела. Дело, которому служит Михаил Никитин, не подлежит четкому восьмичасовому графику. Криминалистика предполагает иной раз круглосуточную работу с оказанием практической и методической помощи следователям, запросами и изучением уголовных дел и материалов проверок по сообщениям о преступлениях, а еще проведение уроков в подшефном кадетском классе. Обязанностей чрезвычайно много. И потому так ценны минуты свободного времени, которые Михаил Никитин старается проводить с семьей, не забывая о любимых увлечениях, а это прежде всего хоккей и рыбалка. Как и для любой профессии, работа следователя, работа следователя-криминалиста, для нее должно быть призвание. Все люди разные, у каждого свой склад характера, у каждого свои стремления. В любой работе есть свои плюсы и есть свои минусы, но работа по раскрытию преступлений – это общественно полезная деятельность, которая необходима обществу на современном этапе. То есть, если хочешь приносить пользу обществу, можно сделать выбор в пользу службы в правоохранительных органах, в том числе и в следственном управлении. Свою работу Михаил Никитин считает важной и необходимой. Тот, кто совершил злодеяние, должен по закону ответить за содеянное. Криминалистика помогает найти преступника и доказать его виновность. Так же, как не допустить наказание невиновного. Работа сложная, работа занимает много времени, но работа творческая, и в этой работе есть элемент морального удовлетворения.